Чтобы иметь жизнь вечную, некто подошедший юноша спросил у Христа. Евангелие от Матфея, 19 глава. Некоторые обвиняют этого юношу в том, будто он подошел к Иисусу с хитростью и лукавством, и при том с умирением искусить Его. Но я скорее согласен назвать Его сребролюбцем и неводником богатства, так как в этом же самом и Христос изобличил Его. Укорять же юношу в лукавстве я отнюдь не намерен. Небезопасно быть судьей того, чего мы не знаем, и особенно судьей обличителя. Да и Марк отдалил такое подозрение, когда сказал о нем. Подбежал, некто пал пред ним на колени и спросил его, и еще, Иисус, взглянув на него, полюбил его. Отсюда видно, как велика власть богатства. Хотя бы мы в остальных отношениях и были добродетельны, богатство истребляет все эти добродетели. Вот почему и Павел справедливо назвал его корнем всех зол. Корень всех зол есть сребролюбие. Но почему Христос отвечает юноше такими словами? Никто не благ. Юноша подошел к нему как к простому, обычному человеку и считал его просто учителем иудейским. Иисус и беседует с ним, как человек. И часто говорит он приспособительно к мнениям обращавшихся к нему. Итак, когда он сказал, никто не благ, то этим не хотел показать, что он не благ. Да не будет этого. Ведь он не сказал, почему ты называешь меня благим. Я не благ. Но никто не благ, то есть никто из людей. Впрочем, он этим, с этими словами не лишает благости людей, но только отличает последнюю от благости Божьей. Почему и превосокупил только один Бог благ. Не сказал только Отец Мой, чтобы мы знали, что он не открылся юношам, но говорят, что заставило Иисуса Христа. И какую он имел цель так отвечать юношам? Без сомнения, ту, чтобы постепенно вести юношу к совершенству, отучить его от вести, отдалить от пристрастия ко всему земному и приблизить к Богу. Возбудить в нем желание благ будущих и, наконец, научить его познанию истинного Бога, источника и корня всех благ, и ему-то одному воздавать честь. Юноша показал немало усердия, когда задал Иисусу Христу такой вопрос. В самом деле, тогда, как одни приближались к Иисусу с намерением искусить Его, а другие по причине своих собственных или чужих болезней, Он подходит к Нему и беседует о жизни вечной. Тучно была земля и способна к плодородию, но множество терниев заглушило посеянное. Смотри, как он доселе, готов был к выполнению того, чтобы не повелел Христос. Что мне делать, говорит юноша, чтобы наследовать жизнь вечную? Вот готовность Его исполнить повеление Учителя. И так, когда Христос сказал, если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповедь. Он немедленно спрашивает, какие? И спрашивает, не для того, чтобы искушать Иисуса. Нет, а думая, что кроме заповедей и закона, есть еще другие, которые будут Ему противодителями в жизнь вечную. Так сильно было Его желание спастись. Но когда Иисус пересказал Ему заповеди закона, все это сохранил я от юности моей, говорит Он. И на этом не останавливается, но снова спрашивает, что еще не достает мне? И это тоже было знаком сильного желания вечного спасения. Что же Христос, намереваясь предписать заповедь трудную, Он сначала предлагает награду за исполнение ее и говорит, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение Твое, корозай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, и следуй за Мною. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.